Добрый вечер. Сегодня свой рассказ мы начинаем с вопроса о знании города. Знаете ли вы, что Екатеринбург, как, кстати, и вечный город Рим стоит на семи холмах? Я их перечислю. Это, конечно, Вознесенская горка, Московская горка, Уктузские горы, это каменные палатки, а есть ещё Митькина гора, на ней стоит посёлок Звёздочка, есть ещё Васькина гора, около бывшего кинотеатра «Комсомолец» на Визе. А сейчас мы находимся на обсерваторской горке, ещё её называют Лысой горой, Пляшивой горой. Вот отсюда мы и начинаем свой рассказ. Иллюстрации к мистической поэме блока «Скифы», камень, который слышит и умеет писать, пикник на Лысой горе, что он хранил в своём склепе, вот некоторые темы сегодняшней программы. Рассказ будет о временах давних-давних, когда ещё не дымили уральские заводы, когда ещё не ходили в горах родознации и не звенели топоры. И Урал наш был сплошь покрыт густым лесом, и был только лес, и бескрайнее над ним небо. И вот в те давние времена шёл поздним вечером по лесу огромный великан. Он поднял голову кверху и увидел звёзды. Они были такие прекрасные, они сверкали, как драгоценные камни. Их было такое множество, что великан засмотрелся и так стоял с поднятой головой долго-долго-долго. И под его тяжестью земля раступилась, и весь великан ушёл в недра, а на поверхности осталась только его лысая маковка. И с той поры появилась на нашей земле лысая горка, плешивая горка. Какой камень на Урале самый распространённый? Ну, конечно же, серпентинит. Другое его название – змеевик. А какого цвета змея? Зелёного. Через всю гряду проходит зелёно-каменный пояс, из него и состоит большая часть Уральских гор. И эта гора, с которой мы сейчас любуемся на город, тоже из того же змеевика. Она, к тому же, во многом загадочная и вещая. Не потому, что вот это здание поднялось выше к небу, откуда лучше видно, с какой стороны идёт туча, чтобы испортить погоду, а заодно и съёмку очередной нашей тайны. На северо-восточном склоне временами пробивается безымянная речка. Старожилы помнят её весеннее наводнение, когда мальчишки открывали весёлую навигацию на плотах. В 18 веке, когда начинался Екатеринбург, с безвеса вершины взять было нечего. Великан мирно дремал, только ветер чесал его лысину. А она оказалась. Но здесь самое время передать микрофон нашему главному учёному-эксперту Владимиру Викторовичу Филатову. Екатеринбург расположен на семи холмах, которые называются горками. Одной из них, на которой мы сейчас находимся, получившей впоследствии название обсерваторской горки, было создано первой в Екатеринбурге научное учреждение – магнитная и метеорологическая обсерватория. Место для этой обсерватории было выбрано в 1829 году Александром Гумбольтом, который в это время совершал большое путешествие по России и был, в частности, на Урале. Но магнитную и метеорологическую обсерваторию здесь построили пять лет спустя. 13 апреля 1834 года главный начальник Уральских горных заводов генерал Дитерикс отдал распоряжение, сведомо, конечно, Петербургского начальства, о начале строительства в Екатеринбурге магнитной и метеорологической обсерватории. Место выбора для этой обсерватории было поручено сделать Михаилу Павловичу Малахову. Он же наблюдал и за строительством здания обсерватории. Михаил Павлович на рассмотрение предложил четыре места, и вот под номером четыре у него фигурировала обсерваторская горка. Это место за семной площадью, за домом главного лесничьего Уральских горных заводов Ивана Ивановича Шульца. Строительство началось в июне этого же года. Подряд на строительство взял Владимирский крепостной крестьянин Федор Детенышев. К концу 1834 года здание было построено. В течение 1835 года это здание было оснащено соответствующей аппаратурой, которую купили в Германии. А с 1 января 1836 года на этой обсерватории были начаты первые магнитометрические измерения, которые продолжаются безо всякого перерыва уже больше 150 лет. В пухлой папке, перевязанной тесьмой, она хранится в Государственном архиве Свердловской области, все документы об этом периоде с подписями и печатями. Описали это как уважительно даже служебные бумаги. Волную контору имею честь представить. Далее шли смета на строительство, план обсерватории, специальная литература, приборы и так далее. Заметим, что до того времени гора была безымянной. Говорили, что обсерватория находится за новым хлебным магазином, что на Сенной площади. К сожалению, уникальное здание не сохранилось, оно сожжено. Площадку забетонировали, и памятник научно-исследовательской работы на Урале исчез. Дом был еще уникален тем, что сделан из дерева на бронзовых гвоздях, чтобы исключить железо. Даже малейший источник помех. И увидеть его можно только в старых рисунках. Вот этот вот совсем малюсенький блокнотик, он вообще для нашей сегодняшней темы имеет ценность неприходящую. Потому что это рисунки жизни и быта Екатеринбургской обсерватории, сделанные в 1882 году, более 100 лет назад, сотрудникам обсерватории, наблюдателям ее Яковлевым. И вот если каждый из них рассматривать очень внимательно, то они очень интересные, очень живые. А вот семик, праздник, народный праздник на обсерваторской горе. Вот посмотрите, тут, значит, обсерватория виднеется, гуляющая публика. Мельчайшие детали, но они такие живые. Обсерватория замечательная достопримечательность Екатеринбурга, которую посещали многие экскурсии, начиная от школьников самых маленьких и до коронованных особ. Посетил обсерваторию, как мы знаем, в 1837 году наследник царевич, будущий император Александр II. Осмотрел ее как научное интересное учреждение и также любовался открывающейся горки, панорамой города. Ну и в конце концов, вот он вид самой обсерватории. Вот вообще похоже здесь здание, которое справа, похоже, что это как раз то, которое мы видели на плане, подписанном Свиязевым. Вполне возможно, что это оно и есть, дожило до 1882 года. Но тут вот еще различные сооружения, дом, караульня, какие-то будочки. Вот так вот выглядела наша обсерватория более ста лет назад, в 1882 году. И такой замечательный документ, такие рисунки оставил нам господин Яковлев. Большое ему за это спасибо. Из частных строений на южном склоне выдалим только одно. Это загородный дом, естественно, не сохранившийся, очень важной персоной. Пожалуй, второй по рангу после генерал-губернатора. Дом первого лесничего уральских заводов Ивана Ивановича Шульца. В течение нескольких столетий выплавку металла на Урале вели на древесном угле. Потребность в нем была очень большая. В некоторые годы из древесины выжигалось до 40 миллионов пудов этого древесного угля. Плата за это была большая, но и зато металл получался высокого качества. При таком больших масштабах выжига древесного угля, конечно, требовались специальные меры охраны уральских лесов. Хотя они в то время были немерены, но тем не менее, заботиться о сохранности лесов нужно было. Взаимоотношение между горной промышленностью, металлургической промышленностью и лесным хозяйством было даже закреплено в специальном горно-лесном законодательстве. В начале 19 века главным лесничем уральских горных заводов стал рижский прибалтийский немец Иван Иванович Шульц, который много сделал для улучшения лесного хозяйства. Почти всю свою жизнь Иван Иванович прожил здесь, на Урале, и считал Урал своей второй родиной. Его загородный дом располагался здесь, в Екатеринбурге, за семной площадью у подножья обсерваторской горки. Человек он был очень оригинальный, независимый в своем мнении, не очень обращал внимания на то, как относятся к его экстравагантным выходкам. И, например, за 18 лет до своей смерти он на кладбище приготовил себе могилу. А чтобы эта могила не осыпалась, то он ее сдавал в аренду под хранение овощей кладбищенскому сторожу. Определить свое место в загробном мире идея не новая. В ней есть высокое нравственное начало. И хотя классик сказал, все в землю лягут, все прахом будут, это если мы сегодня здравствующие, наконец, не поймем, что могильный камень предков наш священный пьедестал. Умер Иван Иванович Шульц в глубокой старости, похоронен, как того и хотел, в своем склепе на католическом кладбище. Через сто лет мы кладбище это уничтожили. Однако вернемся на нашу горку, которая хранит страшные тайные катастрофы. В старом деревянном доме на столожах уже нет места записям землетрясений, начиная с 1906 года. С этого времени начала работу Екатеринбургская сейсмическая станция. Ее координаты заместены в Международный сейсмический центр в Париже. Что писал блок о землетрясении в Мессине? Ну, блок был в какой-то мере мистиком, поэтому землетрясение, крупное землетрясение, трагическое землетрясение, произошедшее в Мессине в 1908 году, он посчитал как предвестник будущих трагедий, которые ждет мир. И в своем стихотворении Скифы написал примерно так. И дикой сказкой был для вас провал и Лиссабона и Мессины. И молодая сейсмическая станция Екатеринбурга зафиксировала отзвук этого землетрясения. Вот так выглядит та ужасная катастрофа в Италии, ликвидировать которую помогали русские моряки. А это сейсмограмма с записью волновой картины недавнего разрушения в Турции. Зафиксировано землетрясение в Афинах недавнее, когда город оказался в руинах, выстоял только древний Акрополь. 45 лет расшифровывает, читает эти непредсказуемые удары земли Инга Константиновна Филина. Землетрясений очень много, сильных, слабых. В основном мы регистрируем землетрясения, поскольку станция у нас является телесейсмической, регистрируем лучшее землетрясение удаленное. Например, землетрясения в Чили, землетрясения в Японии, Индонезии, Китае. Удаленное землетрясение наши станции регистрируют прекрасно. Ну и местные землетрясения, если они когда-то бывают, очень мелкие, то тоже регистрируем. Недавнее землетрясение крупное в Турции. Как Вы думаете, сколько оно длилось? Волны от этого землетрясения к нам шли на сейсмограмму около 4 часов. А само землетрясение, это может быть миг, а может быть еще повторный толчок, тоже миг. Но на сейсмограмму, сейсмические волны, они потом идут очень долго, обходят вокруг всего земного шара, может быть даже не один раз, и приходят опять на станцию к нашей аппаратуре. Скажите, с 1906 года, собственно, все землетрясения, которые были на этой самой нашей грешной земле, все это, да? Нет. Мы записали далеко не все землетрясения. Мы же находимся в центре большого города, промышленного, очень много помех. Поэтому мы все землетрясения земного шара зарегистрировать не можем. С разрешения хозяйки спускаемся в глубокий подвал. Святая святых, где стоят сами приборы и пишут все, что слышит уходящая вглубь земли массивная скала. Она-то и служит камертоном землетрясений. Мы находимся с вами, пожалуй, в самом уникальном месте Екатеринбурга, в павильоне сейсмической станции Свердловск, где установлены сейсмографы, регистрирующие дыхание земли. Пожалуй, в этот павильон попасть сложнее, чем в алмазный фонд в Москве. Место для этой сейсмической станции было выбрано в начале нынешнего века. Инициатором создания сейсмической станции является выдающийся русский сейсмолог, князь-академик Борис Борисович Голицын. Вот по его инициативе была построена здесь, в Екатеринбурге, в начале века сейсмическая станция. Место для этой сейсмической станции выбрано было не случайно. Это выход ультраосновных пород крупного массива, который не подвержен влияниям колебательных процессов земной коры. Сами приборы, с помощью которых регистрируются сейсмические волны, установлены на постаменте, вырубленном прямо в этом серпентинитовом массиве. Поэтому разговор о том, что сейсмическая станция, Свердловская сейсмическая станция якобы неудачно построена в центре крупного промышленного города. Для работы этой сейсмической станции существуют очень большие помехи, мало обоснованные и, скорее всего, являются эмоциональными. Для того, чтобы привести в колебательное движение такой гигантский массив, нужна огромная сила. Поэтому нет никаких оснований считать, что эта станция уже отжила свой век, что ее нужно убрать, а где-то в другом месте поставить иную станцию. К этой станции надо относиться как к уникуму. Она работает уже сто лет почти, выдает прекрасную качественную информацию, регистрируя землетрясение, которое происходит на всей нашей планете. Над ней надо не дышать. Толчки силой в 5-6 баллов не редкость на западном склоне Уральского хребта. В 1914 году Белимбай хорошо тряхнула. Сегодня о сейсмической активности наших гор много тревожных прогнозов. Но вот станции практически нет, некому изучать. Это грозное явление природы. Одним из уникальных приборов, аппаратов этой сейсмической станции является первый сейсмограф, который был сконструирован князем Голицыным и установлен вот на этой сейсмической станции. У основания этого прибора есть табличка, на которой написано, что этот прибор изготовлен в Академии наук Санкт-Петербурга. Такова краткая анатомия нашей уникальной, одной из семи гор Иксенбурга. Если ее распилить, дневик явит необыкновенное богатство зеленого тона. Камень хорошо полируется. К слову, уральские цепентиниты блещут с необычным разнообразием цветовых оттенков. Они приятно смотрятся в облицовке станции метро. У нас появились фасады и интерьеры магазинов. Это вот вход в дендрологический парк. Хорош дмеиный камень и в поделках. Что касается памятников истории, здесь ничего нового я не скажу. Лишь напомню, что это наше духовное богатство. Его надо беречь нежно и трепетно. Многое за последнее время сделано по благоустройству обсерваторской горки. Она действительно стала краше. Но пора обратить внимание на важное научное учреждение, техническую станцию. Оградить ее от потягательств наркоманов и праздно шатающейся молодежи. Словом, среди достопримечательностей Иксенбурга трудно себе даже представить более интересного, увлекательного, познавательного, экскурсионного маршрута, чем этот. Наша вещая гора давно стоит нашего пристального внимания. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ